Всем добрый день! Мы приветствуем вас в Астропане, старенного русского города, который был известен еще с 13 века. В состав российского государства город был присоединен в 1556 году Иваном Грозным. Итак, вы видите стены древнего Кремля, а за Кремлевской стеной виден Успенский собор. Вот. Недалеко мы видим площадь Ленина. Здесь огромные плумбы из роз, очень-очень красивые, отецные, множество фонтанов. И мы постараемся вам показать другие достопримечательности этого замечательного города. Ну вот, мы теперь находимся на территории уже самого Кремля и видим весь этот величественный храм и все, и Кремлевскую стену. Кремлевская стена протянулась на полтора километра. Вы видите, что в вашем храме 22 объекта. Триумфальная арка, посвященная 300-летию Астраханской губернии, здесь мы видим достопримечательных людей, которые внесли в свой вклад в развитие города и губернии. В городе очень много роз. Памятник Петру Первому. Именно он издал указ о создании Астраханской губернии. Сейчас этому событию 300 лет. Памятник находится на набережной Петровской. Петровская набережная. Мы стоим на речке Кутум. Это мост влюбленных, вы видите. Дальше мы вам сейчас покажем старинный дом купца Губина. Это конец 19 века. Вот он, какой красивый. Видите, сейчас находится юридическая патриотека. И сейчас вам покажут недалеке еще ЗАГС. Здание ЗАГСа. Вон, видите, голубенькое все здание красивое. Здание ЗАГСа, которое находится возле набережной Красной. Через речку Кутум. А также рядышком находится набережная Петровская на реке Волга. И мы видим новый мост через рейку Волга. Здесь начало Петровской набережной. Красивый фонтан. Ни эти два кольца обручали. Много в городе разных неполитических памятников. Вот вам памятник Осетру. Потому что Осетр это символ города, естественно, Астрахани. Также много разных старинных зданий. Одно из них вы тоже сейчас видите. В городе очень много фонтанов. Вот один из них вы видите на Петровской набережной. Рядом мы видим причал номер 5. Отсюда входят прогулочные корабли по Волге. Фонтан. Золотая рыбка с вращающимися шарами набережной. На Петровской набережной мы видим памятник дамы-собачки по произведению Чехова. Во многих городах российских присутствует этот памятник. Чистерщик обуви и еще один маленький памятничек на набережной. А вот тополь на Петровской набережной. Посмотрите, как его разобедят. Вот это не что иное, но это коврики, связанные вручную, с шерстяными ниточками. Каждый вторник закрепляет здесь полностью то, что разрывается. Какая красота. Еще такого нигде не видела. Изящество. Еще одна достоперемечательность астрогани – это лебединая озина. А это краеведческий музей. Представлено здесь 15 залов, рассказывающие о природе и истории Астраханского края, Астраханской области. А также есть отдельная выставка золота с армата. В общем-то, интересный такой красивый музей. И экспонаты очень красивые строят по сети. Сейчас будет, да, понятно. А это величественный театр Астраханский оперы и балет. Посмотрите, у него огромное здание. Может быть, здание фонтаны, огромная парковая зона, цветущие катальки. Это очень красивое место для отдыха. И билеты очень дешевые. От 500 рублей, даже, может, за 300 купить билетов мы тоже взять на эти деньги. А это внутренняя убранская театра. В театре 10 этажей. Мы сейчас находимся на 6 этажах. На 5 этаже находятся 2 театра. Красивые в городе цветущие катальки. Цветущая юбка. А это заросли цветущего Тамарикса в Камызяке. Гляньте, как он красиво цветет. Ей месяц. Прекрасно, сколько заросли здесь. А это символ Астрахани. Астраханский арбуз. Как же без него? А это недалеко от железнодорожного вокзала. Сейчас он ее покажет. Торговый комплекс огромный здесь. Знаменита Астрахань и своими лотосами. Лотосы цветут в июле-августе. А сейчас в июне только еще небольшие листья. Даже смотрите. Листик-то ведь небольшой совсем. Видите, я его держу. Только-только вот зашел. Вот они лотосы. Эти лотосы находятся в черте города. А вообще здесь в Астраханской области есть целые лотосовые поля. Куда в июле-августе возят экскурсии. Наша экскурсия по воде на речном трамвайчике. Я кладе, я кладе, я кладе. В Астрахани часов вечера. Вот и подошел к концу наш отпуск в Астрахани. Когда мы сюда ехали, нам говорили, здесь комары и мошкара. Но комары у них не больше, чем у нас в Подмосковье. А мошкары мы и вовсе не видели. Но зато мы побывали здесь на Каспийском море в Дагестане. О чем мы вам расскажем в следующих роликах. На этом спасибо вам. Спасибо.